Всем привет! Сегодня мной обещано для вас видео, может быть это растет в рубрику, не знаю, посмотрим, как пойдет это в будущем. Сегодня я хочу с вами поговорить и рассказать какие-то истории, которые со мной происходили о поведении в Турции. Эти истории, эта тема может быть, ну и как бы рассчитана, да, будет полезна тем, кто недавно сюда переехал жить, либо туристам, которые приезжают на долгий период времени, например, в курортных зонах, я знаю, арендуют квартиры, там месяц, два, три остаются в стране. То есть не на короткий промежуток времени, а либо вы переехали жить сюда, боевые иностранецы, и третье, это то, что вы не знаете, скажем так, местного языка. Давайте пообщаемся сейчас на эту тему. Я сегодня расскажу вам несколько примеров, которые были со мной в моей жизни, и расскажу, как себя можно повести в этих ситуациях, может быть, как стоит повести себя, да, это ни в коем случае не советую, это просто тема для размышлений, чтобы вы знали, с чем вы можете столкнуться. Как и ранее в видео я затрагивала до этого о сервисе в Турции, и многие мне поддержали, что да, это абсолютная правда. Я очень себя это переняла, я прям это чувствую, что немножко мое отношение к этому изменилось, не такое, как было ранее в России. В частности, здесь реально тот случай, когда клиент прав, если ты платишь деньги, ты вправе требовать, самое ключевое слово здесь требовать, хороший сервис отношения к себе и качества. В России это тоже встречается, где клиенты, ориентированные сотрудники в плане управления, да, рестораном или кафе, каким-то социальным общественным местом, так себя ведут, да, грамотные бизнесмены. Но, к сожалению, у нас еще пережитки, я не знаю, Советского Союза или еще чего-то, но не всегда клиент прав, даже если он платит деньги. Ну, к сожалению, может быть, менталитет у нас такой. Но здесь в Турции, так скажем, что сами турки всегда могут дать нагоняя, попросить и точнее потребовать и поругаться в общественном месте, если за заплаченные деньги им не был оказан достойный сервис. В частности, это кафе, рестораны, магазины, естественно. О том, что я видео раньше вам и говорила, основано на том, что вы иностранец вашей национальности какой-то другой, и когда человек видит, что вы не знаете языка, не можете что-то потребовать и попросить, да, протестовать или поругаться, то может быть немножко другое отношение, не как к местным жителям. Местный житель никогда не промолчит и всегда поставит на место какого-либо служащего. Ну, здесь будем рассматривать служащий и клиент такие отношения, да, взаимоотношения. В частности, вам могут долго нести заказ, могут забыть о нем, могут пренебрежительно общаться, делать вид, что вас не понимают, 10 раз переспрашивать, хотя, например, по-английски или по-турецки говорит человек очень хорошо, но создает впечатление, что к вам такое снисхождение, несмотря на то, что вы клиент, вы заплатили деньги, и вы вообще, по сути, оставите чаевые. Я с таким сталкивалась, особенно, когда я начала говорить по-турецки, какие-то фразы, выражения, и иногда встречаются в заведениях такие, скажем так, официанты, которые тысячу раз переспрашивают, тысячу раз. Ощущения, знаете, стараются показать, что ты какой-то тупой, глупый, говоришь, что неправильно, у тебя жесткий какой-то акцент или еще что-то. А на самом деле встречаются другие официанты, клиент-ориентированные, которые слышат клиента, которые, ты говоришь, то же самое, и они тебя понимают. У меня была ситуация абсолютно недавно, с моей подругой Дойгу, мы с ней встречались, я была, пришла раньше, я ожидала, я делала заказ, и официант постоянно что-то переспрашивал, это было очень пренебрежительно, так, ну, что там, да, вот таким ощущением. И я, естественно, поняла, что черт побери, это из-за того, что я иностранка, и он, знаете, как-то пытается морально, знаете, меня упустить, типа, я не понимаю, что вообще говорю, да, я не знаю турецкого языка, и вообще у меня какой-то ужасный акцент. Но это было не так, и когда пришла Дойгу, я, знаете, так, ну, сделала заказ, как бы он уже ушел. И когда пришла Дойгу, и я делала уже заказ, там, повторно что-то, и спрашивала, уже с ней рядом? Он все понимал с первого раза, он никогда меня не переспрашивал, вообще этого ничего не возникало. И когда я, в этой ситуации было не конфликтное, потому что я уже, ну, знаете, настолько привыкла, меня это уже не трогает и не задевает, это не самое страшное, что может быть. И когда я ей рассказала, ты прикинь, говорю, когда я была одна, он ничего не понимал. Когда я с тобой, говорю, он все прекрасно понимает и слышит меня. И я спросила, говорю, слушай, ну, а так как она переводчик, да, и в этом всем шарит, я говорю, слушай, у меня еще такой ужасный акцент, я говорю, вообще не понимаю. Все понимают, но вот найдется человек, который вот делает вид, что ты как будто вообще инопланетянин какой-то. Она говорит, да нет, нормально ты говоришь. Слушай, ну, это бред, однозначно, на почве национальности. И первая реакция, что она сказала, хочешь, я поговорю с ним? То есть реакция однозначно поставить человека на место, попросить уважения, пообъяснить, не ругаться, скандалить, а объяснить, что так делать нельзя, это некрасиво, не клиент-ориентированно, и, ну, собственно, вы сами все понимаете. Что хочу отметить, то есть подводим какой итог. В таких ситуациях нужно отстаивать свое право какое-то, да, и требовать себе хорошего отношения. Здесь тот случай, когда клиент прав. Позовите менеджера пообщать. Нет смысла давать какую-то фразу, заготовленную на турецком языке, потому что если здесь такая конфликтная ситуация начинается, вы одной фразой не отделаетесь, вы вступаете в диалог с человеком, будете ему что-то объяснять. Поэтому, если у вас есть знание английского языка, то придется вам общаться на английском, к примеру. Ну, естественно, если знаете турецкий, то говорите по-турецки, да, свои претензии высказывайте. То есть здесь не одна фраза, которая скажет вам спасибо за свидание, здравствуйте, это диалог, когда вы вступаете с человеком в общении. И одной фразой, как бы, ну, скажете вы фразу на турецком, заготовленную, а дальше, что, как вы будете занесняться, собственно, непонятно. Поэтому не стесняйтесь и знайте всегда помнить, что право на вашей стороне. Ну, здесь в стране так принято. Что касаемо знакомства мужчин. С девчонками, с своими подружками мы до сих пор вообще не поняли, для нас остается загадкой. Такая классификация мужчин, когда мы встречаемся, например, на ланч, в обеденное время на встречу, всегда в кафе, в ресторанах есть категория мужчин, которые либо праздно гуляющих вокруг, либо сидящих в кафе, попивающих кофе, чай одиноких. Ну, то есть без пары, без друзей, ни встречи какая-то, ни женщины, просто один мужчина попивает чаёк, кофе, может быть, читает газетку, лазит в телефоне. И эти мужчины в поисках женщин. Мы не понимаем вообще, где они работают, кем, что это за категория таких мужчин, которые нигде не работают. Понимаете, внешний вид не говорит о том, что у них какой-то свой бизнес, у них есть свободное время куча, деньги работают на них, они праздно ошатаются, наслаждаются жизнью. Это не та категория, это какой-то средний уровень финансовый мужчин, может быть, даже ниже среднего. Почему они не работают, что они тут забыли делать, мы так, честно говоря, и не поняли. Но знаете, девчонки, что есть такая категория мужчин, для которых иностранка, которая не знает правил поведения и норм, лёгкая добыча. Вот я думаю, что они в поисках именно таких девушек и женщин. Они начинают знакомиться, как правило, либо ходят вокруг круги, наворачивают, либо начинают строить глазки. Не факт, скорее всего, они не будут заговаривать с вами конкретно, в контакт заходить, да, но вообще просто окружать вас, следовать за вами, по магазинам, например, за вами, там, да, куда-то пошли туда, завернули, а он за вами идет, все прочее. Такое здесь очень часто встречается. И он постарается уличить момент, когда вы останетесь одна, либо вокруг не будет людей, и там подойти познакомиться, к примеру. Если вас напрягает такое поведение, вообще-то должно вас напрягать, да, вы сидите в кафе, и вам там за соседним столиком маячит, подмигивает неприятный тип, либо который ходит вокруг вашего кафе, вы видите, не в первый раз круги нарезает, а на вас пялится, да, может быть, подмигивает или еще что-то, и вас это беспокоит, вам это неприятно, вы вправе, и я вам советую обязательно обратиться к официанту, к гарсону, и сказать о том, что вот ходит мужчина, он мне неприятен, или вот этот мужчина за соседним столиком оказывает знаки внимания, они мне неприятны, здесь, наверное, 90% или даже 100% все, что это, во-первых, это нормально, здесь так это всегда ведут себя, женское тело неприкосновенно, и официант, так как вы находитесь в заведении, и они, скажем, ну не то, что о безопасности вашей заботятся, а заботятся о вашем комфорте, если вас что-то беспокоит, они стараются решить вашу проблему. И вот в случае с мужчиной надоедливым, это самый тот случай, когда вам нужна будет помощь от официанта и от заведения, куда вы пришли. Всегда, как правило, официант, ну если это мужчина, здесь, кстати, в Турции в основном официанты мужчины, да вообще, вообще, всегда мужчины, только хостесы, которые встречают вас в ресторане или в кафе, женщины. Итак, и как правило, как происходит, да, мужчина либо обращается, естественно, к этому посетителю, если он тоже посетитель кафе, он его просит не делать так, либо вообще попросит удалиться из заведения, потому что вы доставляете дискомфорт женщине. Здесь, да, такая ситуация, что вы оба посетители этого заведения, но вы немножко на других правах, потому что вы женщина, к вам другое отношение будет, скажем так, правда на вашей стороне. Попросит удалиться, и будет ситуация, если скажут, да, матами могут послать, не спорю поругаться, если когда пошла она отсюда и все в таком роде, я вообще ничего не делал, хотя он сидел там, он глазки строил, Ну, вызовут полицию просто, и под белые ручники отведут в полицию этого человека. Если вы в общественном месте, в туристической зоне, в Стамбуле, например, опять же, за знаки внимания неприятные, Турция это страна, где к полицейскому вы можете обратиться свободно, спокойно, не стесняясь и не бойтесь того, что вас загребут в полицейский участок. Всегда при вас должен быть паспорт ваш, если вы турист, либо ваш кемликвит на жительство, или все что угодно, любой документ, подтверждающий вашу личность. Потому что в Турции на улице проверяют документы, обращаетесь к полицейскому, говорите, вот мужчина меня преследует и все прочее. Не бойтесь обращаться либо к официантам, тем же, например, в магазине что-то покупаете, security в магазине, к продавцу, сказайте за мной, следует мужчина, мне неприятно. Всегда примут меры, как я раньше говорила, турки очень частные люди, мимо ушей вот это не пропустят. Знайте, что вы так себя вести в общественных местах можете. Не бойтесь языкового барьера, если вы говорите только на английском языке без знания турецкого, как-то объяснится что-то на пальцах, вас все равно поймут. И турки такие люди, что они постараются вас понять, они отмахнутся от вас.